В Амурске состоялась встреча в Рио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с руководством района, местными депутатами и главами поселений. На совещании обсудили социально-экономическое развитие Амурского района. А также по плану он посетил гидрометаллургический комбинат и лесопромышленную компанию. На совещании глава района Павел Боровлев выступил с докладом о социально-экономическом развитии района. Основные предприятия, которые делают экономику Амурского района и город Амурск, у него есть свое звание технический промышленный центр, как бы раньше назывался, Дальнего Востока и Комсомольская агломерация. Конечно, с Комсомольском оно не сравнится, но тем не менее наши предприятия тоже достойны. Два наших, назовем, старых предприятия, которые много лет существуют, это «Восход» и «Вымбл» продолжают работать. Достаточно большое количество там людей работает. Амурский гидрометаллургический комбинат и Амурская лесопромышленная компания – это наши резиденты ТАСЭР, которые демонстрируют достаточно динамику объема производства. Большая доля предпринимателей в районе работает в розничной торговле. В связи с пандемией в этом году объем показателей за последние шесть месяцев по сравнению с 2019 годом уменьшен. Также и количество субъектов малого предпринимательства уменьшилось с 1418 до 1338. Инвестиционные проекты, они, в общем-то, известны. Вот ждем билетного производства, запуск в ноябре-декабре. Амурский гидрометаллургический комбинат вам сегодня тоже показывал по модернизации ОГМК-2 2023 год. РЖД активно заняло, практически закончило удлинение приема отправочных дорожных путей. Ну и строительство горно-обогатительного комбината, мощностью переработка 35 миллионов тонн руды на территории Нанайского и Амурского районов. Понятно, что как инвестиции будут, мы не совсем себе представляем. То есть по территориальному признаку или по юридическому расположению лица оно будет на Нанайском районе. Но, тем не менее, мы работаем. У нас в основном уже работает с ним село Вознесенское. Далее совещание продолжилось в режиме вопрос-ответ, а также рассмотрели решения, принятые бывшим губернатором края Сергеем Фургалом. Так, в Амурске в 9 и 5 микрорайонах будет перевод сжиженного газа на природный. В Альбане в декабре 2019 года построено 2,4 километра газопровода высокого давления и подготовлено 237 домов. Проект продолжится в 2021 году. Представить информацию по оплате гражданами услуги за отопление в МКД в Амурске, оснащенные общедомовыми приборами учета, да? Есть проблемы у нас по сверхнормативному потреблению. Есть же? Есть, Минжек Кава вас курирует. Сейчас, если вырос меня добавить, если что-то не то, я скажу. В принципе, есть различные схемы по поводу утепления зданий. То есть, в позиции там разделились, когда мы дебатировали, да, почему и оттуда потери появляются. Вот частично определены дома по утепловому контуру через фонд, да? Ну, Минжек Кава, я тогда о задаче здесь. Вопрос изъятия в муниципальную собственность пустующих жилых помещений в Амурске и Эльбане, да? Вот, мы сегодня затронулись. Работа началась, запросы в ЗАГС направлены, продолжается работа подготовки документации для подачи исковых в суд. Вот, медленно, по ЗАГСу и в судебном порядке всех оттуда выпилить, правильно? Из этих гневушек. Там группа была создана, там Минобущество. Ну, правильно я понимаю, что они портят этот вид? Они разъехались по всей стране, наверное, да, эти бывшие жильцы. В прошлый приезд в Рио губернатора жители пожаловались на отсутствие лекарств в больницах. Данная проблема сейчас решается под контролем министра здравоохранения Евгения Никонова. Про это лекарство мы сейчас занимаемся, у нас сейчас с компанией информации, тут серьезные снимения. Нам, наверное, было конкретное, просто инсулины были, но это касалось конкретных людей. Ну, в общем, по лекарствам, Евгений Леонидович, очень много вопросов, не только в Амурске. Скажите мне, вопрос демеркуризации бывшего ЦБК волнует местных жителей или нет? Территория заражена однозначно, ртуть там есть. И что с этим делать, пока нет никакой технологии, да? То есть курс берем, да? Это большой проект, он федеральный. И этим будет заниматься федеральный экологический оператор. Мы ему тогда площадку отдаем, показываем и просим высшее руководство этим заняться. Уже не в первый раз звучит проблема с ограничительными мерами по вылову рыбы. Председатель общественной организации КМНС Амурского района Полина Хаджер рассказала, что в этом сезоне всего на 25% освоены лимиты по вылову рыбы. Связано это с тем, что рыбалка разрешена день через день. И даже в это время зачастую погодные условия не позволяют выехать из-за шторма. Очень плохо идет рыба, очень плохо идет, потому как она не доходит до нас. Если даже доходит, то, я не знаю, тут у нас же очень много ограничений по правилам рыбалки. Да, я знаю, конечно. Ну, вы хорошо разбираетесь в вопросе, понимаете, что это не полномочия края. Мы понимаем, но край май комиссия решает. Да ну, там у нас большинства нет, мы против голосования. Проблему эту я понял. Мы будем пробивать, защищать вас, и не только КМНС, а вообще любителей, например. Также Михаил Дегтярев посетил основные производственные участки АГМК и ознакомился с автоклавной технологией. Одной из центральных тем рабочей встречи стали вопросы социально-экономического партнерства в Амурском районе и Хабаровском крае. Михаил Дегтярев и Виталий Нессис обсудили необходимость повышения качества оказания медицинской помощи местным жителям. В этом году речь идет о возможности выделения дополнительного финансирования полиметалом в размере 34 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на закупку медицинского оборудования, необходимого Амурской центральной районной больницы. Еще в Рио губернатора побывал на одном из крупнейших лесоперерабатывающих комплексов региона – Амурской лесопромышленной компании. «Нам необходимо быть более требовательными к большому бизнесу. Работая и зарабатывая в Хабаровском крае, не следует забывать о поддержке социальной сферы, учреждений здравоохранения и образования», – подчеркнул Михаил Дегтярев. Анатолий Карпов, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.